Сочи сегодня снесли самострой на берегу моря. Пресечь стройку удалось на раннем этапе. Заказал соперника за миллион. Задержан сочинец, нанявший киллера для приятеля своей бывшей жены. Частным машинам на пляжах Сочи не место. Такое решение приняли сегодня на антитеррористической комиссии. В Сочи начался сбор чайного листа. Какой урожай в этом году планируют собрать шесть городских предприятий? В Сочи сегодня снесли самострой на берегу моря. Пресечь незаконную стройку удалось на раннем этапе. В двух шагах отсюда центральный пляж поселка Лазаревское. За неприметным забором на небольшом участке начал расти дом. Или коммерческий объект. Что получилось бы в итоге неизвестно. Ведь разрешение на строительство хозяин не получал. Администрация города подала иск в суд. Он и признал объект самостроем. Сносить самостоятельно застройщик не захотел. В связи с неисполнением решениям суда недобросовестными застройщиками администрации города Сочи на основании определения была привлечена специализированная организация для фактического сноса данного объекта недвижимости. В строительной организации все расходы по сносу будут возмещены. Их опять же в судебном порядке взыщут с застройщика. Задержан в Сочине, заказавший убийство любовника жены за миллион. 35-летний мужчина решил ликвидировать приятеля своей бывшей супруги с помощью знакомого. Своему другу он предложил за убийство миллион рублей. Передал фото и адреса жертвы. Исполнитель согласился, но сообщил об этом в правоохранительные органы. Заказчика взяли с поличным. Получив от исполнителя в мае этого года информацию, подтверждающую материал о якобы совершенном убийстве, обвиняемый передал ему денежные средства, после чего был задержан сотрудниками Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Задержанный сейчас находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к убийству. И продолжаем. Частным машинам на пляжах Сочи не место. В преддверии летнего курортного сезона власти города вместе с правоохранителями обсудили, как сделать отдых гостей и жителей Сочи безопасным. На повестке антитеррористическая защищенность. Пляжи, улиц, дворов, санаториев и отелей. Для этих целей на курорте работает система «Безопасный город». Видеокамерами оснащены все предприятия, которые будут работать в летний сезон. Обращаясь к руководителям предприятий санаторно-курортного комплекса, глава города отметил, необходимо до 1 июня решить все инженерно-технические вопросы. Иначе меры к собственникам будут применять правоохранительные органы. Еще раз акцентрирую внимание, что каждый руководитель объекта санаторно-курортного комплекса, отеля, просто базы отдыха, мини-гостиницы, он по нашим законам Российской Федерации несет полную ответственность за безопасность гостей. Чтобы по периметру были установлены видеокамеры, установили. Надо проверить, чтобы они работали. Второе, кто-то должен смотреть за тем, что происходит на мониторах. Этот человек должен быть специально обученным. И что он должен делать, когда в случае чего-то кто-то через забор полез, либо еще какое-то произошло нарушение законности. Он должен нажать кнопку, и должна приехать полиция или Росгвардия. И это требование. Обсудили члены антитеррористической комиссии и организацию детского отдыха. Уже с 1 июня в городе начнут работать площадки нашего двора и летние лагери в школах. Выполнить требования антитеррористической комиссии – задача всех организаторов детского отдыха. Также актуальный вопрос – это готовность пляжей. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследование территории морского дна – это тоже вопрос безопасности и должен быть решен в первую очередь, подчеркивает Пахомов. Отдельной темой стало ограничение заезда автотранспорта в зону отдыха людей, на пешеходные набережные и прогулочные зоны. С 30 мая мэр Сочи начнет регулярные обходы по пляжам. 10 лет я глава города и 10 лет мы боремся за то, чтобы набережные были набережными. Мы должны проверить и обеспечить, чтобы ни на одну пешеходную зону, ни на одну набережную, ни на одну площадь просто не было никакого доступа. А у нас доказывают все, что если на машине подъедут прямо к ресторану, это удобно. Может быть и удобно, но меры безопасности и требования от террористической комиссии, и города, и края совершенно однозначно требуют. Мы должны перекрыть. Также обсудили готовность к проведению карнавала в честь открытия курортного сезона. Он состоится завтра. Напомню, старт от цирка в 19.00. Финиш на театральной площади. Там же до 10 вечера будет проходить праздничное шоу. Рабочий день губернатора накануне прошел в Москве. Вениамин Кондратьев провел ряд деловых встреч и переговоров. Из-за плотного рабочего графика глава региона не смог лично поздравить выпускников с последним звонком, поэтому обратился к ним из столицы. Школьникам руководитель края пожелал успешной сдачи экзамена в достижение новых высот, ведь именно за ними сегодня будущее края. Последний звонок – это завершение определенного этапа вашей жизни. Но в то же время и звонок, который вас приглашает в новую, интересную жизнь. И главное, чтобы вы в этой жизни не растерялись. Главное, чтобы вы на самом деле не подвели себя, своих родителей, своих близких. И сегодня, конечно, вы – будущее нашей экономики, вы – будущее нашей медицины, образования, вы – будущее нашей жизни, нашего огромного края. Вы должны верить в то, что вы нужны сегодня. Вы нужны Кубани, вы нужны Краснодарскому краю. Ваш талант, ваша активность, ваша неугомонность, ваш очень пытливый, проникновенный ум. Теплые слова губернатор адресовал и учителям. Вениамин Кондратьев поблагодарил педагогический состав за преданность своей профессии. Я хочу также сказать слова огромной благодарности нашим учителям, всему педагогическому составу нашего края. За то, что вы 11 лет вкладывали, верили в своих выпускников, учили их и пытались научить самому главному – получать хорошие оценки в жизни. Я уверен, они вас не подведут. Также в столице Вениамин Кондратьев принял участие в совещании, которое провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На встрече обсудили развитие транспортной инфраструктуры Юга России. В разговоре приняли участие глава РЖД Олег Белозеров и первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. В частности, речь шла о ремонте и реконструкции федеральных трасс. Благодаря новой трехуровневой развязке в Геленджике удалось снизить транспортную нагрузку по направлению к Черному морю. А в начале этого года запущен железнодорожный обход Краснодара протяженностью 65 километров. По словам Евгения Дитриха, сегодня краю также важно уделять внимание дорогам регионального и муниципального значения. Большую часть проблем возможно решить за счет реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В свою очередь, Вениамин Кондратьев рассказал, что до 2024 года планируется отремонтировать больше 780 километров дорог. Последний звонок – это важный день в биографии каждого ученика. Трепетный он и для выпускников 91-й Краснодарской специальной коррекционной школы. Там обучаются дети с особенностями развития. Они учатся на год дольше. Сегодня поздравить с праздником 12-ти классников приехала заместитель губернатора Анна Менькова. Подробности в сюжете наших краснодарских коллег. Интересные уроки, сложные контрольные, беседы с друзьями на переменах и классные часы. У Вероники Монтниковой уже позади. 12 лет пролетели, как один день, говорит выпускница. Сейчас все мысли о предстоящих экзаменах, которые стартуют уже на следующей неделе. Вероника хочет сдать ЕГЭ на хороший бал, чтобы поступить на факультет лечебной физкультуры. В дальнейшем хочу работать с детками, которые учатся в нашей школе. Как-никак, у меня опыт был в этом. С детками оздоравливать их, заниматься лечебной физкультурой. Но кроме госэкзамена, Вероника готовится еще к одному важному испытанию. 28 июня она вместе с другими отличниками и медалистами будет танцевать под открытым небом на главном выпускном Кубани. На губернаторский бал девушка пойдет не одна. Сопровождать ее будет девятиклассник. Разучивая танго и твист, Фадди Бенхамауда мечтает о будущем. На репетициях мы проходим все танцы. К губернаторскому балу мы готовим пять танцев. Все они сложные. Пока что я не знаю, в какой колледж я пойду, но я собираюсь в архитектурный факультет. Я с детства мечтал стать архитектором. Я не знаю, мне это запало в душу. Последний звонок прозвенел для 14 старшеклассников. Со знаменательным днем выпускников поздравила Анна Менькова. Куратор СУЗБЛОКа отметила, что здесь учатся активные и инициативные дети. Участники различных творческих и спортивных конкурсов, которые не боятся трудностей. И подтверждение тому выпускники 2019. Многие из них приняли решение сдавать экзамены на общих основаниях. Я хочу вас всех поздравить с этим замечательным событием. В вашем лице поздравить 84 тысячи выпускников Кубани. Смелое решение приняли у нас ряд выпускников сдавать ЕГЭ на общих основаниях. Это действительно очень достойный смелый поступок. Я думаю, что вы будете первопроходцами и дальше, в общем, там все пойдут по этому пути, потому что, конечно, это дает больше возможностей при поступлении. Я желаю выпускникам не бояться. Страх, он всегда есть. Это неизбежно. Конечно, вы выходите из школы, которая была вашим старым домом на протяжении 12 лет. 10 или 12 лет. Конечно, страшно. И страшно не только вам. Но все зависит от того, как скоро вы сможете преодолеть этот страх. Я желаю вам, чтобы у вас все получилось. Сейчас в специальной коррекционной школе обучается 132 ребенка с различными нарушениями зрения. Для детей созданы все условия для получения полноценных знаний. В кабинетах есть необходимое оборудование, а педагоги умеют найти подход к каждому ученику. На сегодняшний день подобных школ на Кубани более 50. В них обучается 8,5 тысяч детей. Вероника Веретенникова, Евгений Береснев, Кубань, 24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 25 мая в Сочи переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем 24, 26 градусов выше нуля. В России сегодня отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник совпадает с православным, когда церковь чтит память святых Кирилла и Мефудия, христианских проповедников, создавших первый славянский алфавит. Духовному развитию и церковным предметам в крае детей сегодня обучают единственное образовательное учреждение в Краснодаре и одно из крупнейших на Кубани – русская православная школа при храме Рождества Христова. Ее посетил губернатор края Вениамин Кондратьев. В условиях православного воспитания ученики обучаются с 1 по 11 класс. Глава региона пообщался с детьми и преподавателями. Помимо школьной программы, воспитанники посещают военно-патриотические кружки. Также губернатор оценил выставочный зал, где детям рассказывают о символе веры, духовных истоках Кубани и истории возникновения краевых храмов и соборов. Мы сегодня находимся, я бы сказал, в полноценном образовательном комплексе абсолютно духовного нашего православного христианского воспитания. И это сегодня важно и необходимо. Вот таким образом не просто привели детей в храм, не просто рассказали им и успел, не успел, все, следующая тема. Вот здесь глубокий, глубинный, я бы сказал, подход к осмыслению корней. За создание такого духовного центра, который сегодня объединяет молодежь, Вениамин Кондратьев поблагодарил настоятеля храма Рождества Христова отца Александра. Сегодня в школе обучаются около 150 детей. Для школьников началась пора экзамена. Выпускники 11 классов свой первый ЕГЭ напишут 27 мая. А тестирование у девятиклассников началось уже сегодня. Девятиклассники начали сдавать ОГЭ – основной государственный экзамен. Но он служит для контроля знаний, полученных за девять лет, а также для приема в учреждения среднего профессионального образования. Сегодня школьники писали тесты по иностранному языку. Это предмет по выбору. Большинство учеников предпочли тесты по английскому – 720 человек. Сдаем английский, ощущается, конечно, волнение. Это как экзамен первый, причем один из самых трудных. Надеемся, что сдадим. Готовились давно, заранее готовились. Решали очень много тестов, учили темы и тому подобное. Четыре школьника выбрали тесты по французскому языку, три – по немецкому. Для проведения экзамена в Сочи были оборудованы 12 пунктов сдачи ОГЭ. Пишут они два часа. На нашем ППЭ обеспечена безопасность. Наши дети ходили в наш ППЭ по паспортам. У нас девятиклассники сдают и заходят в ППЭ, так же, как и одиннадцатиклассники на ЕГЭ. 28 числа экзамен будут сдавать все девятиклассники. На этот день запланированы тесты по русскому языку. Обязательную математику школьники напишут 6 июня. В остальные дни до 14 числа будут сдавать предметы по выбору. Выпускницы школ в Сочи перепродают праздничное платье почти в третий случай. Результаты исследования опубликовал сервис объявлений Юла. Аналитики сравнили спрос и цены на платье для выпускного вечера. В среднем наряд обойдется девушкам почти в 4 тысячи рублей. Спрос пользователей сервиса на праздничные платья в апреле вырос в 15 раз по сравнению с началом года. Сочи оказался в числе городов, где чаще всего перепродают новые выпускные платья. Таких предложений 29% от общего числа продаваемой одежды. К другим новостям. Переход на цифру не ударит по карману жителей горных сел Сочи. Готовность города и Краснодарского края в целом перейти на качественное цифровое вещание сегодня обсудили на совещание, куда в том числе пригласили глав сельских округов. Провели совещание за министра Минкомсвязи страны Алексей Волин и руководитель департамента информационной политики Кубани Владимир Пригода. В Сочи вместе со всем регионом 3 июня с аналогового переходит на цифровое вещание. Жителям края будут доступны 20 федеральных каналов в высоком качестве. Для просмотра цифрового телевидения нужен либо телевизор, выпущенный после 2013 года, либо приставка. Кому из сочинцев ее нужно приобрести и кто ее должен помочь настроить, обсуждали на совещании с главами сельских округов. При приобретении приставки важно обращать внимание в местах продаж, будь это магазин или почта России, Чтобы приставка была полного функционала, которая позволяет смотреть как цифровые каналы федеральные, так и аналоговые, которые, собственно говоря, тоже будут доступны. Все краевые и местные телеканалы обещают в аналоге и будут продолжать вещать. Во всех торговых сетях, которые подписали меморандум, в обязательном порядке будут приставки по 990 рублей. Причем к этому же меморандуму присоединилась и Почта России, и во всех почтовых отделениях в сельской местности, где продаются телевизионные приставки, они тоже должны продаваться по 990 рублей. В Сочи 51 населенный пункт со сложным горным рельефом. Села находятся вне зоны цифровой трансляции. Здесь для просмотра телеканалов жителям нужно установить спутниковое оборудование. Впрочем, у 90% жителей горных сел уже стоят спутниковые тарелки. Остальные смогут приобрести оборудование по льготной цене. Спутниковые операторы теперь по закону обязаны людям, которые зарегистрированы вне зоны гарантированного цифрового эфирного обещания, предоставлять комплекты спутникового оборудования без взимания абонентской платы за их дальнейшее пользование. То есть человек просто покупает комплект, тарелку, ресивер и подключает его к телевизору. И дальше никакую абонентскую плату при условии 20 каналов с него не взнимается. Ну а пакеты каналов свыше 20 федеральных сочинцы должны будут приобретать уже на общих условиях. Важно отметить, что для малоимущих сочинцев предусмотрены социальные выплаты. Они получат от региона компенсацию полной стоимости спутникового оборудования или приставки. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи начался сбор чайного листа. В этом году его планируется убрать с площади в 327 гектаров. Сбор продлится до осени. В планах предприятий собрать урожай на уровне прошлого года – не менее 508 тонн. В Краснодарском крае выращивают самый северный чай в мире. Его производством и фасовкой занимается 6 предприятий. Ранее был принят краевой закон о развитии чаеводства. В нем введено понятие «краснодарский чай». Наносить это название на упаковку имеют право только те производители, которые используют выращенный в регионе чайный лист. Утвердить стандарты краснодарского чая на федеральном уровне планируется до конца этого года, сообщает пресс-служба Краевого министерства сельского хозяйства. Молодежная сборная России по хоккею сыграет на Кубке Черного моря в Сочи. Традиционный международный турнир по хоккею с шайбой пройдет с 26 по 28 мая. Участие в нем примут хоккеисты двух составов команды России до 20 лет, а также их сверстники из Латвии и Беларуси. Встречи пройдут на льду Дворца спорта «Айсберг». Начало матча и воскресенье и понедельник в 15 часов, а во вторник в полдень. Вход для болельщиков свободен. Впереди лето, а самое время попробовать себя в новом виде спорта. Конно-спортивно-оздоровительный центр «Светлана» в Дагомысе приглашает на занятия сочинских школьников. Лето – это как раз то время, когда можно воплотить мечты в жизнь. Не секрет, что многие ребята мечтают оседлать коня. В Сочи такая возможность есть. В Дагомысе и в поселке Волковка много лет работает конно-спортивный оздоровительный центр «Светлана», а при нем 15-я спортивная школа. Это такой вид спорта, в котором, во-первых, абсолютно все группы мышц работают. Это общение с животными, это дисциплина, потому что конный спорт – это не только катание верхом на лошади, это уход за животными, это ответственность. Дисциплина для этих ребят, конечно же, на первом месте. Какой всадник, такой под ним и конь. Принимают ребят в школу верховой езды с 10-летнего возраста и обучают всем навыкам общения с животным. Я люблю ездить на лошадях, потому что можно шагом, рысью, голубью, на полевой, строевой, учебной рысью. В течение первых двух лет дети занимаются в начальной группе подготовки по конному спорту. А кони здесь разные, от простых до чистокровных пород. Школьники вместе со своими верными четвероногими друзьями регулярно принимают участие в городских, краевых и всероссийских соревнованиях по выездке, конкуру и троеборью. Они привыкшие к разным всадникам, к разному количеству. У нас народу очень много, за день бывает по 5-6 человек, каждая лошадь наблюдает на себе, возит. Летом спортшкола будет работать так же, как и в учебном году. Так что юных сочинцев приглашают провести каникулы в поселке Волковка и освоить новый вид спорта. Пообщаться с животными, съездить верхом на экскурсию по окрестностям. Одним словом, провести лето интересно. А всех сочинцев и гостей курорта также ждут на территории конно-спортивного оздоровительного центра, где расположено два озера, можно порыбачить и попробовать себя в роли наездника. Проводятся индивидуальные занятия. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и в телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...